Привет! И сегодня я буду опять рисовать. Сегодня будет такой замечательный арт-челлендж. 30 секунд, 3 минуты и 30 минут. И давайте сразу начнем рисовать, потому что зачем тянуть время, зачем медлить. Я включаю таймер на 30 секунд и сразу начинаю рисовать. Я решил сделать такой странный стилизованный портрет. И чтобы было быстрее, я 30 секунд нарисую просто черным маркером. Это какая-то квадратная голова, большие уши, какие-то странные глаза, странный нос. И я почти ничего не успел нарисовать, но как бы общий вид понятен. И в принципе я даже почти все успел нарисовать. Поэтому мне кажется, дальше продолжать смысла нету, но мы продолжим. Все, время вышло, я немного не успел дорисовать то, что я хотел на фоне, но получилось вроде бы нормально. А вы, кстати, можете написать в комментарии, какие видео мне еще можно снять. Может быть что-то с рисованием, либо какая-нибудь переделка одежды. А я начинаю рисовать рисунок за 3 минуты. Тут я уже решил более подробно прорисовать всякие элементы. Руки нарисовал, рукава и тоже все рисую черным маркером. И тут я успел даже рисовать всякие штуки на фоне, и остальное получилось тоже очень плохим. Но в принципе выглядит вроде бы нормально, все ок, это стиль, так надо. Я даже нарисовал какие-то звездочки на фоне, какую-то лягушку у него за спиной, радугу или что это такое. И поставил точки на фоне, и тут даже я успел взять цветные маркеры и раскрасить немного фон. Потому что мне показалось, что время еще осталось, и на это есть время. Поэтому это нужно сделать, потому что смотрелось типа пусто. А теперь выглядит очень странно, потому что я не понимаю, почему это такие цвета. Наверное, потому что у меня других не было. Да, 3 минуты прошло, но я еще что-то рисую. А что вы мне сделаете? Могу себе позволить. Ладно, шучу. Заканчиваем рисовать. Начинаем рисовать рисунок за 30 минут. Ну, тут я уже взял даже отдельный листик, прикиньте, и рисую набросок карандашом. Хотя я никогда не рисую наброски карандашом, когда рисую что-то на видео, потому что это занимает много времени. И я не знаю, как это делать правильно. А еще все время солнце то выходило, то приходило, поэтому типа свет будет меняться. Но, надеюсь, это ничего страшного, потому что я что, богатый, чтобы у меня была своя студия с постоянным освещением? Нет, конечно. Вот, можете заметить, что я уже начал рисовать акварелью. Она у меня стоит уже пару лет, я никогда не рисовал. Ну, типа, я раньше пытался рисовать, понял, что у меня нихера не получается. И она так и стоит в шкафу. Типа, пришло время ее использовать, хотя бы для такой фигни. Эта акварель была как-то очень дорогая. Типа, а чё? Могу себе позволить. Ладно, шутка. Я не знаю, зачем я ее покупал. Я думал, что я смогу ее рисовать, но в итоге я ее забыл и никогда не рисовал особо. Ну вот, сейчас что-то пытаюсь рисовать. Это выглядит достаточно странно. Но я хочу потом в итоге все еще поверх акварели раскрасить карандашами цветными. Я видел, что многие делают, типа, подложку цвета акварелью. А потом поверх уже рисуют, все прорабатывают карандашами цвет. Но прикол в том, что я ни тем, ни тем не умею рисовать. Поэтому это видеоэксперименты... И... да. Там еще мне приходят какие-то сообщения, вы можете почитать, конечно же. Наверное, там что-то очень важное будет. Если там что-то очень важное, то напишите в комменты, чтобы я удалил это видео и перезалил заново. Потому что, мало ли, тайны какие-то мои узнаете. Кстати, видосы давно не выходили на моем канале, потому что я уезжал. Как раз пандемия в мире, надо уехать из города в другой город. Вот, ну теперь я вернулся домой. И сейчас снимаю видосы. Поэтому пишите в комменты. Я буду снимать видосы, какие вы хотите, пока я дома. Потому что, мало ли, я опять уеду. Я смотрю сейчас на рисунок. Он выглядит как-то очень крипово и очень странно. А еще привет моим волосам, которые все время в кадре. Пишите в комментарии хэштег «Привет волосы». Пообщаемся вместе, они вам обязательно отвечат. Отвечат. А, да, кстати, вы могли заметить, что таймер пошел заново с первой минуты. Это потому что мне там позвонили, и я очень долго разговаривал, а таймер не остановился. И, типа, я когда закончил говорить, там было больше, чем 30 минут. Но я примерно запомнил, там вроде было 20 минут. Поэтому сейчас я еще могу 10 минут пориксовать. Сделаем вид, что так надо. Кстати, сейчас же в школе скоро конец года будет. Пишите в комменты, вообще ходите ли вы в школу, как у вас там дела с учебой обстоят, как вообще дома сидите или что вы делаете. Потому что, например, у нас учеба продолжается, но я сижу дома. И мне интересно узнать, что вообще как у вас, что как в мире происходит. Потому что я живу в Беларуси, у нас тут отдельный мир, походу, свой. Поэтому пишите, как у вас там дела. Вообще я не особо быстро рисую, поэтому такие челленджи на время для меня очень, типа, поучительные. И можно научиться быстро рисовать. Ну, в принципе, тут я успел достаточно много нарисовать. Но мне одно не нравится, что все очень страшно. Ладно. То, что рисунок получился не таким ярким, как я мог думать. Скорее всего, это потому, что я рисовал акварелью, которую я не умею рисовать. И я не знал, что там цвета не такие яркие. Я просто думал, что они будут очень насыщенные и очень яркие. Но оказалось, это не так. Поэтому я тут взял, еще добавил обводку черным маркером. Что-то черной ручкой там покалякал, которая вообще не рисует на карандашах. Хорошо, думаю. Вообще, очень готов к рисованию. В принципе, видос уже подходит к концу почти. Поэтому можете написать в комментарии, что вам понравилось, что не понравилось. И поставить там лайк на видос, либо дизлайк. Напишите ваши пожелания к моим новым видео. Подпишитесь на канал. Дыхание закончилось. И поставьте там, короче, лайк. Всем пока, да.